Пролетарии всех стран, соединяйтесь, мы с тобой одной кровью, ты и я, именем Перуна, приветствую вас, уважаемые зрители и слушатели нашего канала. Диалектический материализм. Большой советской энциклопедии первого издания Тома 22-го, 1935-го года, которую мы будем вам засчитывать. Диалектический материализм написан почти на 200 страницах огромнейшего количества материалов и огромнейшего содержания, наполнения и так далее. Мы разберемся, что в него положено, чего оно такое и так далее. И тут важно понимать то, что по сей день не сформировано четкого понимания, что такое действительно диалектическая логика и диалектический материализм, как они связаны. Идентичны эти понятия или нет? Потому что буржуазная современная наука, начну с нее как раз таки, трактует, что диалектическая логика это методологический подход к мышлению, который подчеркивает противоречие изменения в процессе развития явлений. Кстати, там всякие ссылки на Ленина при этом ссылаются. Вроде как пролетарское объяснение. И основана на принципах диалектики, разработанных Гегелем и затем адаптированных марксистами. Ну, вроде как все верно. Ключевые принципы. Единство и борьба противоположности. Переход количеств и изменений в качественные и отрицание отрицаний. Но ведь это не принципы, это ведь законы диалектического материализма, а их приписывают к логике. Диалектика, которая положена в логику. Так объясняют. Используется для анализа и понимания процессов явлений в их динамическом, развивающемся состоянии. А диалектический материализм, это философская доктрина, разработанная Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом, соединяет диалектическую методологию с материалистическим пониманием истории природы. Основной принцип. Материя первична, сознание вторична, развитие природы и общества подчиняется диалектическим законам. Является фундаментом марксистской теории, включая экономику, политику, социологию и философию. Таким образом, диалектическая логика является частью диалектического материализма, который включает в себя более широкий философский взгляд на мир и его развитие. Диалектический материализм использует диалектическую логику как инструмент для анализа и понимания материального мира. Вот так описывает нам один источники современного интернета. Ну а сейчас перейдем к пролетарскому источнику. И как вы знаете на нашем канале, я иногда подвергаю сомнениям те или иные трактования в этих источниках. Но крайне редко это, конечно, происходит, но тем не менее. Диалектический материализм. Это философия марксизма. Он является одной из трех составных частей марксизма. Вместе с двумя другими составными частями марксизма. Экономическим учением Маркса и учением о социализме, о стратегии и тактике классовой борьбы. Он составляет единую стройную систему взглядов пролетариата. Диалектический материализм или материалистическая диалектика, его называют. Часто еще такое слышно, что диалектический метод. Коренное теоретическое основание марксизма. Это Ленин. Его экономической науки, теории и тактики пролетарской революции. И главного в марксизме диктатуры пролетариата. Вот это вот два слова диктатуры пролетариата. Самое главное. Материалистическая диалектика, как философское мировоззрение марксизма, есть наука о наиболее общих законах развития природы, общества и человеческого мышления. Она является в то же время руководствованием методом революционной практической деятельности и научного исследования. Так как только она является наиболее глубоким и наиболее полным обобщением всемирно-исторической практики человечества и всемирно-исторического научного развития. Но я все-таки добавил бы, что в марксизме на самом-то деле главная не диктатура пролетариата, она все-таки на втором месте. А самое главное в марксизме это ассоциированность первичных продуктов производителей на базе общественной собственности на средства производства. Потому что это первый признак социализма, промежуточного состояния на пути коммунизма. Ведь этот признак-то не снимается до самого финала, а при коммунизме он просто немножко расширяется. Ассоциированность остается просто. Эта ассоциированность заполняет всю планету Земля. Философия Маркса, писал Ленин. Есть законченный философский материализм, который дал человечеству великие орудия познания рабочему классу в особенности. Толедин, три источника, три составных части марксизма. Сочинение, том 16, страничка 351. Только философский материализм Маркса указал пролетариату выход из духовного рабства, в котором прозябали до ныне все угнетенные классы. Дилектический материализм, как самое предовое мировоззрение человечества, непримиримое ни с какой поповщиной, ни с какой апологией наемного рабства, эксплуатации человека человеком, как и марксизм в целом, есть законный приемник лучшего, что создало человечество в 19 веке в лице немецкой философии, английской политической экономии, французского социализма и т.д. Специфической чертой идеологического материализма является признание переходящего характера всякой конкретной формы явлений, признание неизбежности смены всякого явления другим, превращение его в свою противоположность на основе борьбы. Только идеологи пролетариата могли вскрыть диалектику в ее объективно-реальном значении и всеобщей форме, так как только пролетариат способен в корне преобразовать существующий эксплуататорский строй. А вам, уважаемые зрители и слушатели, буржуазия, она не мешает. Ну, как бы все промежуточное состояние буржуазии, которое приблизительно 25% на планете Земля, да, оно мешает, подавляет вас. Но авангард делает все для того, чтобы от обратного вы сотворили чудо. Пролетариат всесторонне противоположен буржуазии, и лишь в революционной классовой борьбе с буржуазией он может сломать буржуазное государство и установить свою диктатуру. А буржуазия сделала хитро, она похитила наше государство и оставила нам только политический режим. Пролетариат не заинтересован в выковечении своей диктатуры, и экспроприорируя и ликвидируя класс капиталистов, и перевоспитывая трудовое крестьянство, он строит бесклассовое коммунистическое общество. Диалектический материализм является глубоко партийной философией. Ну, разумеется, без партийности, без классовости никакой разговор не будет научным. Философия коммунистического сознательного революционного пролетариата. Сознательного, ребята. Только сознательный революционный пролетариат может пользоваться этой философией, а большинство, увы, нет. Поэтому на знамени коммунистического интернационала написано «Опираясь на исторический опыт революционного рабочего движения всех континентов и всех народов, коммунистический интернационал в своей теоретической и практической работе целиком и безоговорочно стоит на точке зрения революционного марксизма, получившего свое дальнейшее развитие в ленинизме, который есть не что иное, как марксизм эпохи империализма и пролетарских революций». Защищая и пропагандируя дилектический материализм Маркса Энгельса, применяя его как революционный метод, познавая действительности в целях революционного преобразования этой действительности, коммунистический интернационал ведет активную борьбу со всеми видами буржуазного мировоззрения и со всеми видами теоретического и практического оппортунизма. Это программный устав коммунистического интернационала. Ну и сейчас диалектическим материализмом любят прикрываться те же самые оппортунисты, всячески подменяя понятия, подменяя термины, все подменяя. Подменить очень просто, а потом назад переменить очень непросто. Итак, часть первая. Большое историческое подготовление и развитие диалектического материализма. Подраздел. Материализм и диалектика в античном мире. Колыбелью философии первой страной, где возникли и достигли значительного развития ее основные направления, была Греция. Ни для кого не секрет, что фило это любовь, софия это мудрость. Но у кого взяли греки эту информацию, бог весть, возможно, у египтян и египтян и у шумеров, шумеры и у индусов, индусов, скорее всего, у арии. Вот так. Вот так. А вот так вот, надо правильно говорить. У гиперборейцев. Бавянский зажим яйцами. Ой, что-то это из другой оперы. Ну да ладно, кто понял, тот поймет. Кто не понял, тот поймет. Ладно. Философский материализм и диалектика ведут свое начало со времен античного мира. Вот здесь вот уже бесспорно. А насчет от Греции? Вот можно поспорить. Маркс и Энгельс подчеркивали, что мировоззрение греков представляло собой стихийный материализм. Материалистическое мировоззрение, говорит Энгельс, означает просто понимание природы таковой, какова она есть, без всяких посторонних прибавлений. И поэтому это материалистическое мировоззрение было первоначально у греческих философов чем-то само собой разумеющимся. Это первоначально материалистическое мышление было в то же время и стихийно-диалектическим. Диалектика в античной философии выступает еще в стихийной первобытной простоте, носит еще наивный в значительной мере донаучный характер. Энгельс следующим образом характеризует стихийно-диалектический характер древнегреческого материализма. Когда мы мысленно рассматриваем природу или человеческую историю, или нашу собственную духовную деятельность, то перед нами сперва возникает картина бесконечного сплетения соединений и взаимодействия, в которой ничто не остается неподвижным и неизменным. А все представляется движущимся и изменяющимся, возникающим и исчезающим. Таким образом, мы видим сперва общую картину, в которой, в частности, еще более или менее существуют, сутушиваются, извините. Мы больше обращаем внимание на ход движения, на переходы и сцепления, чем на то, что именно движется, переходит, сцепляется. Это первоначальный, наивный, но по существу правильный взгляд на мир был присущ древнегреческой философии и впервые ясно выражен Гераклитом. Все существует и в то же время не существует, так как все течет, все постоянно изменяется, все находится в постоянном процессе возникновения и исчезновения. Несмотря, однако, на то, что этот взгляд верно отхватывает общий характер всех картин и явлений, он все же недостаточен для объяснения частности составляющих и ее, а пока мы не знаем их, нам не ясна и общая картина. Верно, да? То есть Гераклит как бы, ну, сказал верно, но не до конца верно. Поэтому, если вот сказать, что это прям истина, нет, потому что это утверждение не до конца истина, а значит, оно ложно. В одно и то же время не может быть и истинным, и ложным. Поэтому все течет и все меняется, как любят часто говорить современные марксисты, пропуская состояние покоя, пусть даже относительного покоя, но все-таки его пропуская. Относительный покой, это все-таки покой, ребятушки, никогда нельзя о нем забывать. Затухло, вспыхнуло, вспыхнуло, затухло. Пульсирующие, колебательные процессы в нашем мире. В античной диалектике всеобщая связь явлений в мире не доказывается в подробностях, на ней инстинктивно основано греческое воззрение. Для греков она является результатом непосредственного созерцания. В этом недостаток греческой философии, благодаря которому она должна была впоследствии уступить место другим видам мировоззрения. Но в этом же заключается ее превосходство над всеми ее позднейшими метафизическими соперниками. Если метафизика права по отношению к грекам в подробности, то греки правы по отношению к метафизике в целом. Молодцы, вот молодец, Энгельс, да? Это старое предисловие к антидюрингу. Старое, в новом вы сейчас такое, ну попробуйте найти. Разложение старого общинного строя и замена его рабовладельческой формой производства падает на 6 век до христианской эры. В это же столетие развивается греческая философия. Только рабство создало возможность более широкого разделения труда между земледелиями, промышленностью и, благодаря ему, расцвета древнегреческого мира. Без рабства не было бы греческого государства, греческого искусства, греческой науки, говорит Энгельс. Ну, собственно говоря, почему так возникает? Потому что жрецы, это же не рабовладельцы, не рабы, а значит они обладают свободным временем. Свободным временем для ведения своих определенных дел. Почему? Потому что рабы им как раз таки это свободное время и создают. И демодали. Борьба материализма и идеализма. Так ярко представленная в древнегреческой философии отражала борьбу различных групп внутри рабовладельческой формации. На первых ступенях своего существования рабовладельческий строй, ломавший устарелые родовые отношения, был прогрессивен, содействовал развитию производительных сил и в связи с этим нуждался в развитии науки. Это обусловило материалистический характер ранней греческой философии, направленной против традиционной религии, мифологии, идеалистической опоры и старой родовой знати. Ну, то есть, феодалы, ну, не феодалы, ну, их можно так условно назвать. В последующие этапы существования рабовладельческого общества, борьба материализма против идеализма, отражала борьбу более передовых групп рабовладельцев, ближе связанных с промышленностью и торговлей, с более реакционными группами, превратившимся в земельную аристократию. У первых греческих философов ионийской или милецкой школы, это Фалеса, Анаксимена, Анаксимандра, живших в конце 6-го, начале 5-х веков до христианской эры, мы находим стихийно-диалектическо-материалистическое миросозерцание, хотя еще далеко на несвободное от влияния мифологии и религии. Наиболее яркий и рельеф на все особенности раннего стихийного диалектического периода греческого материализма острая проницательность, стихийность и непосредственность, отсутствие строго научных обоснований и в то же время наличие глубокой прозорливости выражено у Гераклита. По времени он принадлежит к наиболее ранним представителям античной философии, но по мощи своей диалектической мысли Гераклит один из высочайших пределов достигнутых греческой философии. Мировоззрение Гераклита, у которого, по словам Энгельса, диалектический взгляд впервые ясно выражен, сознательно отражает эпоху исторических переворотов VI века и решительной ломки старого родового строя и его пережитков. Он, по выражению Гегеля, тот, кто впервые выразил природу бесконечную и впервые также понял природу как в себе бесконечную, то есть понял ее сущность как процесс. Миросозерцание Гераклита живое, динамическое. Закон всеобщего движения или изменения есть суть его философии. Он один из первых усмотрел в покое движение. Иные утверждают, писал Аристотель о Гераклите, что неверен взгляд, будто одни вещи движутся, другие же нет. Но что все они во всяком случае время движутся, хотя бы это движение и ускользало от нашего восприятия. Изменяясь, покоится, говорит об этом движение Гераклит. Движение у него это рок, закон безусловный и верховный. В целом Гераклит сформулировал свой закон так. В одну и ту же реку невозможно войти дважды. И вообще нельзя дважды коснуться смертной субстанции, которая была бы тордейственной своему свойству. Но изменяясь с величайшей быстротой, она рассеивается и вновь собирается. Лучше же сказать не вновь и не затем, но в одно и то же время. Она и пребывает и убывает, и перетекает и уходит. Изменение движения есть истинная всеобщая форма бытия вещей. В диалектике Гераклита мы находим не только понятие становления, как единство бытия и небытия, но и понимание этого становления, как развитие в свою противоположность. Огонь живет смертью земли, говорит Гераклит. Воздух живет смертью огня. Вода живет смертью воздуха, земля смертью воды. Гераклит учит о постоянном превращении веществ друг в друга. Здесь впервые выдвигается мысль об изменчивости самых и качественных определений бытия. Все изменяется, преобразуется и постоянно преодолевает старые формы и старое содержание. Однако, Гераклит не скатывается к релятивизму и субъективизму. Изменение объективное и заключено в самом материальном бытии. Изменение не оболочка, а сущность бытия. В основе его становящейся бытия он видел не бескачественные единицы или неизменные качества. В огне он видел единство материи, во всем разнообразии ее определенностей, в их превращении одно в другое. Все обменивается на огонь, и огонь на все, подобно тому, как и на золото товары, и на товары золота. Это первая ясно выраженная концепция всеобщей связи всего существующего. Греческая диалектика в лице Гераклита стихийно и ощупью подошла вплотную к пониманию становления как взаимного проникновения противоположностей. Хотя и не сумела справиться с этим принципом. Да-да, я бы так сказал. Ленин в своих конспектах приводит важное место из филона, определяющее понимание Гераклитом ядра диалектики. Ибо единое есть то, что строит, не состоит из двух противоположностей. Так что при разрезании пополам эти противоположности обнаруживается, не это ли положение поставил, по словам Эллина, их великий и славный Гераклит во главу своей философии и гордился им как новым открытием. Это Ленин в философской тетради, 34-й год, страничка 319. Эта прозорливость имела свое основание в той войне Демоса и благородных, старого и нового гибели родового строя и торжества рабовладения свидетелями и участниками которых был Гераклит. Война есть отец всего, царь всего. Она сделала одних богами, других людьми, одних рабами, других свободными. Но должна знать, что война всеобщая, что правда есть раздоры, что он возникает через борьбу и по необходимости. Таким образом, великой заслугой Гераклита следует считать то, что он осмыслил борьбу и противоречия как закон жизни и движения. Да, это у него получилось. Но дальше он не пошел. Ну как не пошел? За него на отрицание дойдем. Дойдем, дойдем. Многие из источников философии, в особенности Гегель и Лассаль, пытались изобразить великого диалектика-идеалиста. Маркс, Энгельс и Ленин подчеркивают материальный характер огня, который играл решающую роль в мировоззрении Гераклита. Цитируя следующее место, характеризующие взгляды Гераклита. «Мир не единый из всего, не создан никем из богов и никем из людей, а был есть и будет вечно живым огнем, закономерно воспламеняющимся и закономерно угасающим». Ленин отмечает, «Очень хорошее изложение начал диалектического материализма». Да, вот. Если, ну, дедушка Ленин, я дополню тебя. «Основателем диалектического материализма является Гераклит». Ну, вот так, ну, прикиньте, но... Уф, а им говорят, Калмаркс, Энгельс. Ну, это вот сюда же, да, вот это их уже телесные оболочки как бы составили всю эту концепцию. Ну, первый это Гераклит, но, во всяком случае, ему приписывают. По философских тетрадях у Ленина на страничке 318. Это вовсе не означает, конечно, что Гераклит – последовательный материалист и свободен от религиозных пережитков. Но он верит в бога, даже в загробную жизнь. Формы его изречений часто напоминают прорицание дельфийских ораколов. Однако, о его «идеализме» можно сказать то же, что и Ленин говорил об Аристотеле. Его бог в природе часто превращается в материальный закон. В одном из своих гениальных изречений он выразил всю глубину и наивность греческой диалектики. Бог есть день и ночь, зима и лето, война и мир, насыщение и голод – все противоположности. Глубокое проникновение в суть вещей и незрелость мысли, переданной здесь своей классической простоте. Великая заслуга Гераклита в том, что он впервые ясно выразил диалектический взгляд на мир. Но диалектика у него все еще оставалась только догадкой, хотя и гениальной. Ее тоже надо понимать. Я дополняю. Поэтические воззрения славянной природы до мистификации, до того, как слова стали мистифицироваться, они же имели абсолютно материальную форму. Бог и материя было единым, неразрывным. А почему дедушка Ленин пишет о Боге вот так? Потому что тогда дедушка Ленин жил при усиленном авраемистическом понимании. И движение шло в отрицание авраемистической монотеистической системы, как Бога, как высшей непознанной сущности. Но в период уже вот этой античной эпохи, когда были языческие Боги и так далее, Боги тоже мистифицировались из явлений, которые люди описывали, как того же Афанасьева, по-моему, солнце. Солнце, просто как солнце. Имеет 37 разных слов. И из этих 37 слов, по-моему, несколько являются богами славянскими, например. И так далее. То есть, Боги — это абсолютно полное проявление сущности. Боги и есть сущности. Вот и все. Это одно из самых главных первичных, ну, первичных, можно так сказать, этимологий слова «бог». П. О. Г. Почему-то вот оно так. Год. Ага. Година. У последующих греческих философов по мере закрепления рабовладельского строя диалектика несколько теряет свойственную Гераклиту цельность и красочность. У Гераклита и ионийцев диалектика и материализм выступают в непосредственном единстве, вытекавшем из их стихийно-материалистического мировоззрения. Диалектика Гераклита есть по существу диалектика чувственных и конкретных образов. Материя также берется первым греческим материалистами в целом во всем ее красочном многообразии и в непрерывном движении и изменении. В этом великая сила родоначальников греческого материализма, но в этом же коренилась и слабая сторона их философии. Состояние греческого естествознания, только зарождавшегося в то время, не давало возможности возникнуть в сознательной диалектике, основанной на глубоком изучении внутренних законов движения материи. Дальнейшее развитие философии, по словам Энгельса, должно было пройти через метафизическую и механическую стадию, неизбежно связанную с тем периодом в естествознании, когда наука накопляет конкретный фактический материал и изучает отдельные предметы и свойства природы. Это Маркс Энгельс, конечно же, том, 14-я страничка, 21-я. Таким образом, диалектика и материализм в последующем развитии отрываются друг от друга. Диалектика теряет свой материалистический характер, становясь идеалистической диалектикой понятий. Материализм теряет непосредственную конкретность, становится абстрактным и механическим. За счет потери этой цельности и непосредственности, дальнейшие представители античной философии углубляют отдельные стороны элементы диалектики и материализма. Наступает новый этап в развитии греческой философии и борьбы материализма с идеализмом. Особенно ярко все эти новые характерные черты выступают в Илейской школе, у Парменида и Зенона. Вместо конкретной движущей материи Гераклита и Иоанницев, элеаты выдвигают абстрактное, в кавычках, чистое бытие, хотя и материальное, но не единое, однообразное, неподвижное. Для доказательства этого основного тезиса, элеатого, единствия и неизменности бытия, Зенон выдвинул свои знаменитые доказательства о невозможности всякого движения вообще. Он скрывает противоречивый характер движения, например, то, что движущееся тело в один и тот же момент и находится в данном месте, и не находится в нем. На этом основании он пытается доказать, что движение не истинно, ибо в истинном и в разумном не может быть противоречий. При этом Зенон не отрицал движение как эмпирического факта со стороны его чувственной достоверности, но отсюда он делал вывод о логической несостоятельности бытия, о ложности показаний чувств и о разуме как единственном источнике познания. Точно так же Зенон сопоставляет другие противоречия в вещах, доказывая невозможность множественности и разнообразия вещей. Каждая протяженная вещь с одной стороны будет бесконечно большой с другой, не имеющей никакой величины. Она будет бесконечно большой, так как ее части, получаемые в процессе бесконечного деления, всегда должны сохранять хоть какую-нибудь величину, а таких частей бесконечное число. Она не будет иметь никакой величины, так как последние наименьшие части будут представлять неделимое дальше единство. А раз они неделимы, то значит не имеют вовсе протяжения. Несмотря на явно метафизический характер этих положений Зенона, он смог нащупать отдельные моменты диалектики более глубоко. По сравнению со стихийной диалектикой Гераклита. Он вскрыл и показал противоречивость всего чувственного бытия, поставил проблему прерывности и непрерывности материи, движения и возможности познания внешнего мира и прочее. Но решить все эти проблемы Зенон, конечно, не смог и пытался найти выход из положения в том, что объявил весь чувственный мир неистинным. В дальнейшем в своем развитии диалектика окончательно отрывается от материализма и быстро вырождается в релятивизм и софистику. По поводу софистики и софистов на нашем канале уже есть видео. В свою очередь, со второй половины пятого века материализм теряет диалектический характер и приобретает метафизические и механические черты, достигнув, однако, на основе успехов естествознания более высокого уровня по сравнению с греческим материализмом. Вершиной развития древнегреческого материализма и вместе с тем своеобразным синтезом всего предшествующего развития греческой философии является учение Демокрита. Оно впитало в себя первое, достигнутое Милецкой школой понимания мира как движущейся материи, второе, рациональное зерно учения Пифагора о числе количественных методов и принцип закономерности, и третье, поставленную эллиатами, в особенности Зеноном, проблему противоречия между выражаемым в абстрактных понятиях единственным и постоянством мира, с одной стороны, наблюдаемым в опыте чувственным многообразием и изменчивостью с другой. В учении Демокрита греки завершили оформление своего материалистического мышления, доведя его до понимания однородной материи, отличной от всякой конкретной вещи, до абстрактного понятия материи, правда, в его механическом толковании. Механическое движение было понятное этой философией, как неотделимое от материи, положено в основу объяснения изменений всех явлений, как закона мира, как необходимость, как причинность. Греческий атомизм признавал основными началами вещей полное и пустое, называя первое бытием, а второе – небытием. Предполагая, что материя присуща только атомам, он учил, что все остальное возникает из их различий. Этих различий он насчитывал три – в направлении, в течении атомов, и в поворотах их, и в их соприкосновениях. С этими различиями он осуществлял различия в форме, положении и порядке. Демокрит говорит, возникают же миры следующим образом. Благодаря отрыву от беспредельного множества тел во всевозможных форм несется в великую пустоту. Собираясь вместе, они образуют один вихрь, в котором, сталкиваясь и многообразно вращаясь, сходные тела выделяются вместе. Ввиду того, что из-за своего множества они не могут вращаться в равновесии, и наиболее тонкие направляются за пределы пустоты, как при просвоении через сито рассеиваний. Остальные же остаются вместе и, переплетаясь, соединяются друг с другом и образовывают первую шаровидную систему. Ну, пустота – это большой вопрос. Существует ли она? Гегель правильно усматривал в пустом Демокрита зародыш принципа отталкивания и отрицания важнейшего момента диалектики. Изменить. У Демокрита оно является условием движения материи. Учение Демокрита об атомах и пустоте выражает понимание единства бытия и небытия. Конечно, Демокрит не дошел до диалектического понимания этого единства. У него бытие механически соотнесено с реальным неподвижным небытием. И потому материалистической концепцией, в отличие от стихийной диалектики Гераклита, придан механический характер. Демокрит не понял, что небытие есть лишь момент диалектического исчезновения старого в процессе его превращения в новое. Если первые философы Греции имели еще смутное представление о необходимости закономерности действительности, то у Демокрита мы находим четко сформулированные основные положения материализма. Некоторые, как Демокрит из Абдеры, говорит Аристотель, учат, что развитие происходит согласно необходимости. Необходимость они признают принципом, лежащим в основе вещей. Демокрит учит, что... Что учит Демокрит? Что вечно существующее и безграничное не имеет предела, ибо оно не имеет начала, а предел заключается в самой же необходимости. Аристотель же подчеркивал, что Демокрит отбросил целевые принципы в действительности, и все происходящее свел к причинной необходимости, которую он отуществлял судьбой, истинной проведениями, творцом мира и ставил выше богов. Этой необходимости подчиняются сами боги. Признание объективной закономерности природы находится у Демокрита в неразрывной связи с признаниями объективной реальности внешнего мира, предметов, тел, вещей, отражаемых нашим сознанием. Но как ни стремился Гегель объявить материализм Демокрита скудным, формальным, он должен был признать, что Демокрит не привлекает силы Творца для объяснения бытия и движения мира. Демокрит утверждал, истина только в атоме и пустоте. Нет ничего истинного, ничего достоверного, кроме первичных элементов атомов и пустоты. Только они существуют в действительности. Не будет преувеличения видеть положение Демокрита об атоме и пустоте первую попытку дать концепцию самодвижения материального мира, первую догадку о том, что основание бытия и изменение природы нужно искать в ней самой, в материи. Последователем Демокрита является живший сто лет спустя другой великий материалист древнего мира Эпикур. Особенное внимание Маркс обратил в материализме Эпикура на учение об отклонении атомов от их прямого пути при падении. В отклонении атомов Эпикур видел имманентную свободу, присущую атомам, и ограничивающую фатализм от атомизма. Это вносило понятие случайности в слепые законы. По-детски наивно, но все же угадливо более высокие формы движения, чем движение прямое и механическое. Эпикур приписывает атопам движение по кривым. Это где произвол и скука, у Эпикура думает Гегель, а Ленин его спрашивает, а электроны? Я скажу... Извините, я увлекся немножко. Подколол. Маркс и Ленин в наивных и простых тезисах Эпикура видели больше, чем скуку и произвол. В учении великого материалиста они усматривали гениальные намеки на будущее и открытие в науке. Видели связь между мыслями, изложенными Эпикуром, и современным естествознанием. Намеки, указывающие пути науки. Однако было бы неверным в отдельных догадках и намеках Эпикура, как и Демокрита, видеть целостную диалектическую концепцию. Их материализм, хотя и основанный на понимании движения, как всеобщей формы осуществования материи, был по существу своему материализмом механическим материализмом. Главой противоположного материализма у лагеря в греческой философии был объективный идеалист Платон. Возможность развития идеализма в греческой философии коренилась в дальнейшем развитии рабовладельского строя. Уже в IV веке до христианской эры широко раскрылись противоречия этого строя, пришедшие к подчинению Греции варварской Македонии. Всякий труд считался позором, как и общение с теми массами, назначением которых было трудиться. Мышление считалось не частью труда человека, а чем-то противоположным и даже враждебным его. Учение Платона об идеях аристократическая реакционная философия. Платон признавал две действительности. Относительный мир чувственности и абсолютный мир сущности. Царство идей. Представляете, сущность и мир это царство идей. Так главная сущность это что, это идея что ли получается? А ну-ка давайте догадчики быстро в комментарии напишите. Не стесняйтесь, не бойтесь, давайте, жгите. Платонов эти идеи представляют собой не только общие родовые понятия. Идеи имеют у него значение сущности и пребывающих самих по себе, как мир прообразов для всех тел и отношений действительности. Идеи составляют высший, единственно истинный и подлинно реальный мир. Он доступен только мышлению, понятиях и ни в коем случае не может быть результатом обобщения опыта. Платон учит, что из этих восприятий как источника нельзя иметь никакого истинного познания, никакой подлинной науки. Истинное знание достижимо лишь из другого источника и из диалектического мышления. Предмет диалектики есть понятие, независимо от всякой чувственной формы и чувственного содержания. А не платоновская диалектика рассматривает эти понятия как чистые и универсальные. Понятия все-таки или сущность? Вот Аристотель на первое место ставит сущность. А кто у нас на первое место в диалектике поставил понятие? Поставил Гегель! Тара-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-ра-та-та-та-ра. Множик кто-то скажет, может Гераклит? Может Гераклит, но Гегель! В девятнадцатом веке первое место поставил понятие, а не сущность. Сначала до понятия докапывайся по-гегелиански, а если хочешь по-аристотелевски, докапывайся до сущности сначала. Для Платона диалектика есть рациональное умозрение. Идея не только цель познания, но и цель бытия, как и цель демиургии и причины его. Высшая идея, идея Бога, идея высшего блага. Значит, самое высшее благо есть Бог. Значит, когда ты получаешь самое большое наслаждение в мире, ты становишься Богом. Но это я уже от себя добавил, понятно? Платон, перенеся все богатство мира в царство идей, опустошил материю. Она для него не истинность, переходящая, тень, зло. Но, с другой стороны, очистив общие понятия от конкретного и изменчивого мира, Платон сделал эти понятия мертвыми и бескровными. Ленин, философские тетради. Они не могут и служить ни основой, ни содержанием диалектики. Обычная в буржуазной истории философии превознесения Платона, как великого диалектика, лишена почвы. Тем положительным, что можно извлечь из бездны платоновской мистики, является разработка им впервые логики общих понятий и осознания их роли для мышления. Нелепое же обожествление Платоном идей есть результат метафизического отрыва, абстрактного от конкретного. В своей идеальной республике Платон закрепил это отделение в социальной иерархии кастового рабского строя и тем самым вскрыл истинную сущность своей диалектики, в кавычках. Но это сейчас его тут критиковать пытаются. На самом-то деле, автор, который пишет эту статью, он не понимает до конца диалектики Платона. Потому что через эту призму у нас же рабы-то остаются. Как это? У нас рабы есть, только эти рабы становятся роботами. И вот эту кастовую систему переменили на рабовладельческий коммунистический строй. Когда у нас рабы-то роботы, они нам освобождают наш труд, освобождают наше время. И бах, переворачиваясь, оказывается Платон в величайшей диалектике. А потому что святое место не бывает. Что в бесклассовом обществе? Касты, слои, функции. Ну, функции, легче сказать. И у тебя, как человека, повышается скорость смены этих функций. С утра ты можешь роботом порулить, днем ты можешь на скрипке играть где-то в хоре, наслаждаться этим. Вечером быть мегафутболистом. Вот это называется свободное время. А завтра с утра на рыбалочку, днем рулишь роботом, грубо говоря. А вечером катаешься на коньках. А на следующий день садишься в гиперлуп и оказываешься через час на другом конце планеты Земля. И уже купаешься в океане со сменогами, со скатами. Наслаждаешься жизнью. Вот это и есть коммунизм, ребятушки. Это все писал Платон и Аристотель. Только опираясь на то общественное бытие, которое у них тогда было. Здесь этого, конечно же, в Большой Советской энциклопедии нету. Ну, вот так. Ну, теперь оно у вас есть в башке. Поэтому оно великий и могучий, что Платон, что Аристотель. Конечно, они вот так помышлять, как я вам сейчас сказал, скорее всего, не могли. Но о том, чтобы механизировать полностью труд, это еще с первобытной общинного строя идет. Чтобы палка сама стукала, чтобы молоток сам лупашил по этому камню. Пожалуйста, пожалуйста, все реализуется. Первая в истории мировой философии попытка преодоления как механического материализма, так и идеализма была проделана Аристотелем. Величие Аристотеля заключается не только в выводах его учения, сколько в его исканиях, запросах. При изложении учения Аристотеля до Маркса, Энгельса и Ленина его заменяли с холастикой. Итогом без движения Ленин. Между тем, самое характерное в Аристотеле именно живые зачатки и запросы диалектики. Непревзойденная характеристика существа аристотельской философии дана Лениным. У Аристотеля везде объективная логика смешивается с субъективной и так, при том, что везде видна объективная. Нет сомнения в объективности познания. Наивная вера в силу разума, в силу мощь, объективную истинность познания. И наивная запутанность в диалектике общего и отдельного понятия и чувственно воспринимаемой реальности отдельного предмета. Вещи, явления. С холастикой и поповщина взяли мертвое у Аристотеля, а не живое. Запросы, искание, лабиринт, запутался человек. Логика Аристотеля есть запросы, искание. Подход к логике Гегеля, а не из нее. Из логики Аристотеля, который всюду, на каждом шагу ставит вопрос именно диалектики. Диалектики сделали мертвую схоластику, выбросив все поиски, колебания, приемы, постановки вопросов. Именно приемы, постановки вопросов, как бы пробные системы были у греков. Наивная разноголосица, отражаемая превосходно у Аристотеля. Ленин, философские тетради. Аристотель, высший пункт, до которого дошло греческое мышление, в попытках построения сознательной диалектики. Древнегреческие философы были все прирожденными диалектиками. И Аристотель, самая всеобъемлющая голова между ними, исследовал уже все существеннейшие формы диалектического мышления. Это Энгельс, Антидьюеринг, Маркс и Энгельс. Действительно, Аристотеля характеризует упорное стремление к сознанию форм диалектической мысли. На все области современной ему науки Аристотель наложил отпечаток своей гениальной мысли. Однако, при всем величии своей философии, Аристотель все же не сумел удержаться на почве материализма. Хотя у него никогда не было сомнений в реальности внешнего мира. Ленин неоднократно отмечает колебания Аристотеля между материализмом и идеализмом. Аристотельское учение о познании исходит из материалистических установок. Наши ощущения убеждают в независимом от нас существовании мира. Он выдвигает на первый план чувственный опыт и кладет его в основу знания, находя, что ошибки зависят от ложного мышления, то есть от ложного толкования данных, которыми нас снабжают органы чувств. Поэтому условиями знания Аристотель ставил накопление и систематизацию. Затем, обобщение фактов. Существо не имеет иного знания, говорит Аристотель, кроме как в акте восприятия. Однако, наряду с материалистическими исходными положениями своей теории и познания, Аристотель был первым сравнившим душу с воском, на который природа накладывает отпечаток. Аристотель признает душу как особую субстанцию или форму. Кстати, вот эти вот метания между материальным и идеальным, это я у многих врачей замечаю. Они же там, многие там христиане, не только христиане, евреи, очень много врачей, это люди глубоко религиозные, но тем не менее становятся одним из лучших врачами. Кстати, Аристотель тоже из семьи врачей происходит. Нет ощущения без тела, говорит Аристотель. Разум же от тела отделим. Центральные задачи познания Аристотеля считают установление отношений между частным и общим. Это отношение он нашел в движении, в переходе от возможности к действительности. Возможность предмета – это материя предмета, безразличная субстанция. Понятие, которое схватывает ум в вещах, есть понятие формы их, которую Аристотель противополагает материи, как действительности возможности. Материя, осуществленная в некоторой форме, это процесс действительного развития. Идея и цель данного единства представляют истинную движущую силу, а материя есть лишь условия развития. Но и материя, и форма необходимы для возникновения вещей. И материя, и форма вечны, и сами не возникли. Они не существуют отдельно друг от друга. Материя есть незавершенная и несовершенная форма, несовершенная, извините. Форма есть совершенство и действительность. Их единство, их совершенство в движении, в развитии, которое представляет переход, превращение одного в другое. Только лишь одна форма. Бог есть форма без материи, высшая цель мира, конечная цель всех вещей. Но сама она неподвижна и неизменна, хотя движет все. Она закон и законодатель, имманентная цель и последняя причина. Поэтому Аристотель высшую закономерность мира понимает как целесообразность, развитие, как целеустремленность. И таким образом, товарищ Аристотель создал диалектику целеположной деятельности. Под названием Телиология. Вот, пожалуйста, только что вам все объяснили. Одним из основных объектов изучения у Аристотеля является самодвижение. Существует не одно движение, а столько же, сколько категорий бытия. Движению его и его формам посвятил Аристотель свою физику. Он рассматривает там движение как возникновение и уничтожение, как увеличение и уменьшение, как перемещение в пространстве и как переменную качество. В учении Аристотеля о видах движения даны предвосхищение, смутное и умозрительное учение материалистической диалектики об изменении и превращении форм движения материи. Наряду с формами бытия Аристотель подверг специальному рассмотрению и формы мышления. Понятие является основным пунктом логики Аристотеля. И я бы так не сказал. У него сущность на первом месте. Он дал более глубокое и более всестороннее его обоснование, чем Платон. В связи с учением о понятии Аристотель разработал теорию суждений. В категориях бытия, количества, качества, отношения, времени, места, положения, владения, действия и страдания. Он пытался дать классификацию всех форм реальности. Он даже дал нечто вроде субординации категорий, когда формулировал их отношения следующим образом. Если Вселенная рассматривается как целая, сущность составляет первую часть этого целого. Ну вот, пожалуйста, я же говорю, что сущность у него на первом месте. Если же мы будем рассматривать категории по порядку, то тогда на первом месте оказывается сущность. Затем следует качество, затем количество. Ну я же тебе говорю, ну блин, неправильно, товарищ, который писал это, ты немножечко, блин, запутал зрителя. Понятие является основным пунктом логики Аристотеля. Это не понятие, а сущность. Он же сам и дальше приводит цитату. Что за белиберда, братан? Или он хочет сказать, понятие сущность ты исследуешь. Это неправильно, это логическая ошибка, потому что они собой разное выражают. Братан, блин, ну хорошо, вы можете сказать, ну тогда в Советском Союзе понятия и сущность были отделены. Вот понятие было другое. У понятия, у слова понятия было другое понятие. Тогда объясните мне такое, какое сейчас понятие, у слова понятие. Что выражает слово понятие? Покое, он, наши, я, твердо, гармонии есть. Да, вот так получается. Ну и выражает гармонию связанность. Или как? Ну это я сейчас от славянской азбукицы произнес. Ну и начинается, то потом споры, споры, споры. Если споры, окей, давайте спорить, давайте выявлять истину. Хотя чаще всего споров приходит компромиссу, нежели к истинной, но тем не менее. Наряду с понятием, Аристотель исследовал специальную проблему опыта и форму индуктивного умозаключения. Наблюдение, опыт, наведение, источники, из которых человек черпает свои суждения. Цель и задача всех этих приемов – служить орудием познания природы. Понять природу – вот цель науки. И Аристотель уверен, что эту задачу можно выполнить, что можно познать все сущие и проникнуть в сущность бытия. Колебания Аристотеля ярко отразились на его учении о противоположностях. Идея единства противоположностей в самой смутной, расчлененной форме представляет крупное достижение греческих философов. У Анаксимандра антитезы – теплое и холодное, сухое и влажное. У Алейцев – бытие и небытие, сущность и изменение, покой и движение, единство и множество. У Пифагора – четное и нечетное, единицы и многие. У Эмпедокла – соединение и разъединение, любовь и раздор. У Гераклита – бытие и небытие и так далее. Аристотель ведет упорную борьбу против Гераклитовой идеи тождества бытия и небытия, но не в силах дать более совершенное решение проблемы. Поставив задачу исследовать природу противоречия, Аристотель, однако, не справился с нею. Философия Аристотеля представляет высшую точку подъема античной философии. Послеаристотельская философия, несмотря на свое широкое распространение на бесчисленное количество разнообразных школ, существовавших в велинистическую и римскую эпохи, представляет уже явную деградацию в сторону идеализма и открытой мистики, явное измельчание философской мысли. Исключение составляют только последние крупные материалисты, это Эпикур, живший в III веке и дохристианской эры, и последователь Лукреции, живший в I веке дохристианской эры. Идеалистическая философия многого внимания уделяет диалектике, но превращает ее в пустую бесплодную игру понятий. В этом отношении особенно характерна школа неоплатонников, это плотины и ямблих, мы разобрали их на нашем канале. У Платона имеется очень много ценных диалектических мыслей, но это диалектика исключительно мистических идей и понятий, совершенно оторванной от действительности, заключает здесь автор этой статьи. Я же его повторяю, уже поправил, что в итоге Платон оказался одним. Ну вот и сейчас смотришь через призму современности, уже пройдя этот путь, путь разложения, путь уничтожения Советского Союза, который в сути своей, да вот им не было, союзрушимый республик советских, соединила на веки Великая Русь, Священная Русь, Великая, неважно, рушимый, а не нерушимый. Мантры всегда упускают значение «не». Поэтому высочайшее вот интересное достижение в йоге называется Ахимса. Ахимса это вредствовать, причинять вред, наносить ущерб, это как бить, как ломать, как разрушать. АА это как бы отрицание этого. И в итоге высшее в йоге это как бы не причинение вреда, а вред материи причинить в итоге невозможно. И уважаемый автор этой статьи, он не описал то, что первая сущность у Аристотеля это чистая деятельность. Материя у Аристотеля это чистая деятельность. Но если бы не Вадим Анатольевич Прохоров не указал бы на этот элемент у Аристотеля, да, pur activity, об этом бы, наверное, никто из вас, из нас бы и не знал. На этом первая часть заканчивается. Благодарю всех за внимание. Сила пролетарской правде.